Ну что, всем огромный-огромный привет! Меня зовут Николай, я рад приветствовать вас у себя на YouTube-канале, канал про парфюмерию не только. Всем моим огромный пламенный привет! Если вы чисто случайно себя забрали, то подпишитесь, у меня здесь бывает весело, интересно и немножечко познавательно. Я сегодня к вам пришел с рассказом про дичь. Про дичь, про странную, про редкую. Я такое люблю, вы знаете, но все мои, кто смотрит меня давно, понимают, про что я говорю. Я пришел к вам с брендом под названием GGD. GGD переводится на наш великий и могучий русский как «радость» либо «любовь к жизни». Вот в частности, если вы хотите прослушать про этот странный бренд, а он действительно странный, потому что две композиции, которые приехали ко мне из рандеву, мы враспокой это все видели, оставили двоякое впечатление о себе. И я мало вижу целевую аудиторию данного бренда, и кому бы эти работы могли бы понравиться. Но я сложил картину у себя в голове, я ходил с этими ароматами на всевозможные встречи, давал нюхать и обонять, носить на себе своим знакомым. Ходил с ними сам, поэтому какая-никакая рецензия у меня готова, поэтому садитесь и слушайте. Ну что, матч-часть, да? GGD. История простая, я погуглил на забугорных источниках, и что удалось узнать о том, что две дамы, одна ливанка по происхождению, вторая китаянка по происхождению, отучились на секундочку в школе Герлена, вот этот вот парфюмерных творцов, и закатили свой бренд под названием GGD. И концепт бренда, идеология, что ароматы про домашний очаг, про тепло домашнего очага, про домашний уют, про любовь, заботу к себе, про что-то мягкое, приятное, семейное, какие-то традиции, праздники, вот это все. Хотя немножечко странно, потому что если пойти гуглить информацию, зайти на ту же самую фарагрантику, есть работы, которые вышли на несколько лет раньше, чем вот эти. Возможно, какая-то из дам уже работала в этом бренде, возможно, их просто туда как бы впихнули, но в общем, историю умалчивать мне тупо было лень. Ну, правда, это того не стоит, вот тратить такую кучу времени, ресурсов, тем более в такую московскую жару. GGD. У нас сегодня будет два аромата, попытаюсь очень быстро рассказать. Риса и Грана оно называется. Приезжает это все вот такой вот, мушки какие-то, господи, лето началось. Приезжает все вот в такой вот коробочке, это вторсырье. Это переработанное вторсырье. И насколько мне удалось опять-таки погуглить, здесь не используются лоза, деревья не пилятся, бамбуки не вырубаются. Здесь в оформлении участвуют, в общем, ошметки от кукурузы и от переработки риса. И в частности, можно увидеть небольшие вкрапления каких-то структур, ну, прям в самом картоне. Давайте это будем называть картон. Бренд никак не упаковывает свои изделия ни в целлофан, никакие наклейки, ничего этого нет. И приезжает все, в принципе, вот так. Это не просто так болтается, потому что здесь хоть и есть какие-то ограничители, но они совершенно не держат вот эти вот две мензурки. И мензурки раскручивающиеся, кому это важно. И также они сделаны при использовании вторсырья стеклянного, да, наверное. После переработки всяких бутылок, банок и так далее. Вот, походил с двумя работами. В голове какие-то мысли есть. Хотя, хотелось бы, конечно, побольше. Потому что я ожидал от итальянского бренда, который делает крафту в парфюмерию, чего-то более интересного. Потому что итальянцы все-таки умеют делать интересно. Но здесь у нас как бы китаянка и ливанка, которые отучились в школе Герлена. В общем, что-то сделали, вот что-то давайте и будем, собственно, нюхать, не будем затягивать. Ссылочка на все найдете внизу в описании. Промокоды, чего где смотреть, жалом водить, все там увидите. Риса. Кто у нас сделал Риса? Риса сделала Цима Луа. Наверное, так читают, да? Потому что у нее за это вот это вот Цима Луа. Ну, коли она китаянка. Про что композиция Риса? Риса, собственно, у нас про праздник, который проходит на китайской узкой улочке, где-то в Шанхае. Как говорит нам пресс-релиз, здесь парфюмерша, парфюмер, хотел создать ощущение праздника. Ощущение какого-то китайского кутежа, что вокруг должно пахнуть сладким рисом, должно пахнуть соей, должно пахнуть соевым вот этим вот соусом, да? Какими-то имбирями, васабиями, вот этим всем чем-то сладким чаем и хризантемами с дымом. У меня, конечно же, картина в голове немножко другая. При первом своем занюхе и полноценном разносе, я когда это брызнул у себя, ну, это действительно пахнет молочной рисовой кашкой. Это пахнет молочной рисовой кашкой, куда добавили капельку корички, капельку соли и действительно жирную ложку сливочного масла. Вот это, в принципе, так и пахнет. Когда я начал читать пресс-релизы, пишут маркетологи и сами парфюмеры про свою работу, да, конечно, потом мозг начинает допиливать, да, встраивать картину. И я начал слышать здесь не хризантема, конечно же, а белые цветки жасмина и чайные нотки. Все бы хорошо и композиция, в принципе, приятная. Я могу и мог бы, наверное, рекомендовать эту работу всем тем, кто, допустим, очень любил лимитки от бренда Джо Малон. Помните, у них была целая серия линейка про злаки, про мед, про что-то такое вот молочное, да, хлебное, опять-таки, теплое, про булочки, выпечки. Вот это все. Но здесь развивается все в цену и в стойкость, потому что две работы мне обошлись 5-6 тысяч рублей, а это 20 миллилитров. Да, поиграться, наверное, имеет смысл, покупать полтинник за 10 тысяч рублей, но, наверное, на любителя, потому что это на мне сидит на горячей коже час. Спустя час с себя я ощущал только пыльные чайные зеленые нотки. Все, больше ничего, чистое баловство. Я, конечно, придумал у себя оговорку и отговорку, да, как-то хотел выбелить этот аромат, и, скорее всего, эта композиция действительно утренняя. Эта композиция, допустим, если вы куда-то поехали в отпуск, вы идете на завтрак в отеле, либо идете в ресторан, наносите на себя вот эту вот композицию, и как-то проходит ваше время утренний подзавтрак, да, более-менее приятно, красиво и странненько, потому что композиция действительно странненькая. На моей подруге, на моей знакомой, которой я давал эту композицию понюхать, поносить, 15 минут все было хорошо. Действительно, она тут даже почувствовала какой-то ирис. Вот ты, мол, типа, любишь ирисовую композицию, наверное, здесь тоже ирис. Я говорю, нет, эта композиция не про ирис, а композиция, в принципе, про кашку, про рисовую. В общем, к чему я веду, на ней эта композиция безумно начала мускусить и выдавать ноту пота. У меня на горячей коже, на вот таком вот телосложении, да, метр на метр, два метра на два метра, шкаф, центнер, вот это все, такое безобразие не случалось. На ней действительно пахло носками, кислыми носками. Не знаю, с чем это связано, возможно, с химией тела, возможно, эта композиция не для холоднокровных, хотя с горячих кровных она слетает за час. Ну, короче, не знаю. Приятная штучка про рисовую кашку со сливочным маслом, со стойкостью час. Надо ли оно вам, не надо, я вам все сказал, присмотритесь. Но для дам, возможно, имеет место быть. Пускай лежит, поношу ее, возможно, сейчас для нее не сезон, возможно, осенью либо зимой какие-то новые грани откроются, может, она настоится, наплодится. Ну, короче, пока не знаю, не знаю, кому зачем и почему. Вот вторая композиция, она более стойкая, она более громкая, и она, наверное, более понятная для меня, хотя она странная. У меня здесь тоже с ней эффект 50 на 50, потому что я ее носил 4 дня подряд, 2 дня. Прям мне хотелось побыстрее ее смыть с себя, я сейчас про это расскажу. Ну, а во вторые 2 дня вроде как окей, возможно, гормональный фон как-то нормализовался. Грану. Грана у нас сделала Нур Акум, она, Ливанка, сделала аромат про Париж. Вот как хотите, так и говорите. Как вот хотите в своей голове, так и думайте. Почему ты не сделала про какие-нибудь улочки Ливана? Зачем нам ты сделала композицию про Париж? Причем здесь Париж и причем здесь китайские улочки? Вот как-то у меня не мачется концепт. В общем, Грана, это громко. Грана, это действительно громче, чем первая работа, и она странная. Парфюмер хотел создать улочки Парижа, когда ты по ним идешь, идет дождик, ты ходишь по этим брусчаткам, по этим поребрикам, я не знаю. Вокруг вас растут цветы, и до вас доносится ощущение хлеба. Но опять-таки у меня тоже вопросики. Для меня хлеб так не пахнет, потому что для меня это композиция про гречневую кашу. Простите, пожалуйста. Про гречневую кашу и про овсяное печенье. Наверное, овсяное печенье, но больше про гречневую кашу. Гречневую. Прям такую вот. Вот она уже высохла, наверное, да. Ее выкидывать жалко. То туда тоже ложку маслечка добавляешь и разбавляешь слегка молоком. Ставишь кипятиться, чтобы хоть как-то можно было это есть. И кидаешь капельку сахара. Вот это для меня так пахнет. Почему мне не понравилось первые два дня? Потому что эта штука мне пахла, как использование стики от Айкоса. Ну, кто пробует, да. Кто употребляет Айкос, кто знает, про что я говорю. Это вот что-то жареное. Это что-то непонятное. Что-то такое обугливающее. Ну, в общем, штучка странная. Но эту композицию я слышу, по крайней мере, с себя 4-5 часов. Потому что с первой я как-то вообще не подружился, видимо, гормональным фолом. Либо полом, я не знаю. Ну, а так имеет место быть. Что здесь можно вычислить? Вот она странная. Да, я действительно слышу какой-то хлеб. После того, как я прочел рецензию. Как я почитал отзывы на забугорных сайтах. Кто писал, допустим, от журналистов какие-то статьи. Но я упорно слышу здесь не французскую булку. Да, вот этот багет, который мы привыкли видеть в своих ошанах, допустим, которые пекут каждые 5 секунд. Для меня это пахнет бородинским кислым хлебом. Для меня это пахнет закваской с солодом. С примесью действительно какого-то овсяного печенья. Опять-таки того же самого масла. Очень легкие специи. И какая-то вот древесная дефис-почвенная структура. То есть как влажная земля. Вот это поинтереснее. Вот этим можно поиграться. Композиция, наверное, больше смотрит мужской степь. И если, допустим, мужчина хочет, чтобы от него пахло гречневой кашей, я не знаю, можно, наверное, попробовать. Ну а так, крайне странный бренд. Крайне странные ароматы. Опять-таки только для любителей каких-то вот совсем-совсем сратостей. Вот стойкости бы этим работам побольше. Побольше диффузности. Потому что даже с учетом того, что Грана сидит на мне 3-4 часа, это все равно очень близко сидящая композиция. Не хватает шлейфинов. Категорически не хватает стаинов. Опять-таки, если рис, допустим, можно использовать как утренний аромат для дам, то Грана, наверное, утренний аромат для мужчины, да, чтобы составить компанию своей даме. Не знаю, возможно, в этом была задумка парфюмеров, да, авторов-создателей. Я не знаю, что вот приобретали вот такой вот сет, да, и с мужем, с молодым человеком напополам его дербанили. Не знаю, зачем, кому, почему. Вот. Оставлю. Пусть стоит, как говорится, хлеб не просит. Если получится, закажу, может быть, еще какие-нибудь работы данного бренда. Это, но так, честно, странный запуск, странный выпуск, странные рецензии от парфюмеров, кто освещал выставку в Милане. Я вот, наверное, зарекусь больше читать отзывы не только теперь наших, а еще и забугорных, потому что здесь описывали это все просто как багеты, хлебулки, мед, что такое медище. Я ожидал что-то вкусное, приятное. В итоге я получил какие-то вот несочетаемые компоненты, которые дают запах чего-то вот абстрактного. Неплохо. Но просто я уже такое слышал. Я не вдохновился. Эти ароматы не попали ко мне в сердечко. Я знаю, что мои друзья, знакомые уже кто-то приобрел себе эти наборы, да, уже ходил нюхать московские вот эти вот распивочные. В принципе, наверное, наши с ними мысли сошлись, да. Неплохо, нехорошо, просто на больших-набольших любителей. Все, с вами был я, Николай. Пробуем рисок, пробуем гречневую кашу. Если попробуете, придите, пожалуйста, под это видео. Напишите пару строк, как оно, зачем, почему. Но неплохо. Да, опять-таки, люксовикам, нишевикам, кто любит прям такой хай, да. Всем, кто любит бутиковый люкс, тоже здесь делать нечего. Кто любит крафт, да, кто боится, допустим, крафта, но хочет чего-то странного, хлебопекарного, с ноткой рисовой каши и гречки, то вот попробуйте. GGD. Всем остальным не знаю, о чем еще говорить. Все, ссылочки креплю внизу. Ходим, смотрим, жалом вводим. Не знаю, возможно, как подарок это использовать, да, какому-нибудь человека, который только-только хочет познакомиться с миром парфюмерии. Дорого не стоит. Кто-то, допустим, ищет, да, какие-нибудь хлебные нотки. Возможно, кто-то здесь это почувствует. Я знаю, что моя знакомая, которая первая композиция пахла кислыми носками, сказала, что для нее грана – это как какие-то вот хлопья из овца, которые нужно заливать молоком. Я не знаю, гранола, да, есть такое, наверное, не знаю, с орехами. В общем, ей пахнет гранолой с орехами. Я такое не ем, а, возможно, ел, уже забуду, что это такое. Все, обнял вас до хруста безе. Любите себя, берегите себя, пользуйтесь классной, крутой парфюмерией. С вами был я, Николай, и увидимся совсем-совсем скоро. Пока-пока.